Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта и правильного отопления. Рад приветствовать вас в своей норе. Это комнатка, которая используется для монтажа всех наших видео. Святая святых. Здесь где-то на 60 терабайт загружено материалов для будущих видео, компьютер и так далее. И чем мы эту комнату топим? О чем особенно ролик? Об отоплении, о теплых полах. И вообще в принципе об организации грамотного отопления в индивидуальном доме. Меня часто спрашивают, сделай что-нибудь, расскажи как-нибудь побольше. Но сейчас я попытаюсь в коротком видео максимально много информации дать и рассказать, как же делают замечательные дома из старого двухсотлетнего дома. Дайте поснимать нормально. Друзья, как устроен легкий теплый пол? Это пенопластовые плиты, в которые защелкивается вот такая алюминиевая пластина. Хорошо, пенополистирол. Защелкивается пластина, а туда уже защелкивается труба рехау. В пенополистироле фрезой фрезеруются канавки. Фрезерует их вот такая замечательная фреза. То есть не нужно тут мучиться особо с пылесосом. Да, сама ездит, фрезерует. Жена держит пылесос, Серега держит фрезу. Фреза аккумуляторная, очень удобная. А пылесос сосет. Трубы у нас... Вот там как раз трубы. Труба у нас рехау 16 мм. Это металлопластик. Почему металлопластик? А я вам потом расскажу. Вот пока процесс идет. Часть теплого пола, легкого, мы делали еще вот такими пластинами с фольбой. Фолга здесь толстая, полумиллиметра. На них можно сразу класть ламинат. Сюда же будет лист ГВЛ. Гипсоволоконная плита, только толщиной большой. Она такая двойная. И сверху будет плитка. Ну и посмотрим, хватит ли этого на вот это замечательное помещение старинного дома с 8-метровыми стенами. Так сказать, толщину стены я вам сейчас покажу. О! Вот моя ладошка. Вот сюда на 70 см. Примерно. И почему теплые полы? Ну потому что холодно не бывает. Сегодня 3 января. Вот примерно как выглядит Прованс в это время. Зелененькая травка. Ну на улице бывает минус 5-10 днем. Тьфу, днем, ночью. Сейчас мы кстати полетим. Аэродром наш, на скотру мы летаем на планерах. Вот он, даже ангарчик в своих деревьях виден. Теплый пол выбран как источник, потому что у нас стоит тепловой насос. И у нас огромное количество есть водички 35-градусной, которую мы можем закачать в полы и греть по сути электричеством все это. Почему выбран тип отопления с помощью теплых полов? Дело в том, что у нас работает тепловой насос. Коэффициент у него весьма хороший, потому что, как правило, средняя температура в районе 7 градусов тепла, это идеальность теплового насоса. В этом случае вот Альтермо 3, который у нас стоит, дает СОП5. То есть, потребляя киловатт электроэнергии, она закачивает в дом 5 киловатт тепла. Ну, средний за год, конечно, он другой, там 4, может быть 3, когда бывает морозы, там до минус 10, конечно, тогда насос тяжело, но он все равно работает конкретно в нашем климате, все прекрасно. Поэтому в этом месте, вот такая система отопления, не я, имеет место быть, если должна быть хорошо. Я у друга, похоже, уже выиграл ящик Давыклико шампанского, он не верил, что весь этот дом можно будет отопить одним тепловым насосом в 4 киловатта. Но сейчас показывает практика, что можно, ну, потому что такой климат, и мы немножко дом утеплили. Здесь отопление теплый пол, то есть, вот, можно лапами ходить, и прямо через лапы чувствуется тепло. Снизу проложены трубки, сейчас я вам покажу, как. Есть в резерве батарея обычная, но видите, сейчас радиатор стоит на режиме, так сказать, ну, чтобы вот, если вдруг что, не замерзло ничего. Обычная вода в радиаторах. Я тасол не приемлю, потому что все равно есть микроутечки, и есть некий запах этого тасола. И оборудование тепловое, в принципе, не предназначено, бывает, которое предназначено работать на вот этом теплоносителе, таком незамерзайке, но, как правило, нет. И обычная вода имеет максимальную, так сказать, теплоемкость. Ее только надо правильно приготовить. Потому что обычная вода, это еще не то, что нужно для отопления. Ну, такие стеночки в нашем двухсотлетнем доме. Здесь склад всего, что мы понаходили. Вот это была трава, то есть, между камнями. Реально, там какие-то десекопы, еще чего-то. В общем, можно кучу всего найти. Это мы делали проход, и потом я его закладывал. От 70 сантиметров до метра толщина стен, бутовый камень. Дом достаточно холодный. И, чтобы его сделать теплее, мы утеплили его и снаружи. И вот сейчас, например, вот эти стены, это уже специальный гипсокартон, достаточно толстый, мощный, которым обшит дом. И получился как бы дом в доме. Существенно теплее сразу стало. Толщина этого гипсокартона где-то 12 миллиметров, как вы видите. Нет, даже больше, 15 миллиметров. И он очень высокой плотности. На него можно вешать шкафы, все что угодно. Вот это вот был проем сделан. Про него тоже есть видео. Собственно, вот видно толщину стены. Три года мы получали разрешение на то, чтобы пробить такое замечательное окно. Пейзаж нетипичный за окном. Обычно у нас солнце. Сейчас вы видите один из редких дней в году. У нас 300 солнечных дней. И вот иногда бывает вот такой дождик. Это типичная погода для зимы. Немножко тепло днем. Градусов от 5 до 15. И немножко холодно ночью. Иногда бывают заморозки. Поэтому вот эти вот все трубы и так далее можно заполнять водой. Абсолютно не боясь того, что это все замерзнет. Именно по причине такого мягкого климата мы не боимся использовать при отоплении воду. Потому что даже если встанут там котлы, тепловые насосы, все что угодно, тепловой инерции дома будет более чем достаточной для того, чтобы он не замерз. Что делать тем, у кого бывает сильный минус? Ставить дублирующие системы, чтобы ни в коем случае не разморозить дом. Но вот лить тасол только для того, чтобы вдруг у меня там встанет насос и дом мой замерзнет. Неправильно. Еще раз повторю. Это чаще всего вредно для всех наших котлов, тепловых насосов и прочего. Потому что они изначально не предназначены для работы с тасолом. Если специально для этого не сделаны. Ну и второй момент, повторю, в доме будет все-таки этим тасолом чуть-чуть допахнуть. У меня был случай, у меня в солнечном коллекторе тасол используется. И в котельной была микроутечка. И постоянно вот это вот, как вот в радиаторе автомобиля гадостью попахивало. Пока я эту утечку не нашел. Микро капелька была, может быть, в день. Но вот этой капельки в день было достаточно для неприятного запаха. Я не только блогер, я еще инженер. И когда я купил этот дом, достаточно случайно, я сразу понял, что это будет большая... Ну и друг мой, который помогал деньгами, чтобы его купить. Он говорит, Волков, для тебя будет большая, огромная игрушка. И он был прав. Отопление оказалось... В доме было ужасное отопление. За сезон высаживало три цистерны с газом. Ну где-то на 3600 евро. И я затеял такую глобальную модернизацию. Первым делом поменяв котел и сразу просчитав, поняв, как эта система у меня... Ну как я хочу это видеть. И жена, конечно, сказала, что теплый пол. То есть 6 лет назад, вот Макс только впланировался уже, она говорит, вот у нас мечта, чтобы ребенок ползал по теплому полу. Мечта сбылась вчера, потому что по пенопласту Макс уже ползал, игрался в какие-то игрушки. И мы все тут лежали, смотрели фильмы. Вот на этом большом экране. Звездные войны. Теплый пол была первой идеей. И, естественно, это был легкий теплый пол, потому что заливать вот здесь стяжку было тяжело из-за того, что у нас мы ограничены в строительной высоте. Сейчас, конечно, как вы видите, потолочек стал выше, потому что мы обрушили потолок. Тут раньше был подвесной потолок из глиняных плиточек. То есть были глиняные плиточки на гвоздиках, прибитые к вот этим вот всем балкам красивым. Это все мы отсоединили, обрушили, положили сверху дерево и пенопласт. Стало вот так достаточно симпатично. И, конечно, потолок поднялся. Но когда мы дом только начинали, планировали переделку, мы не думали, что получится поднять потолок. И поэтому сразу вложили, что пусть у нас будет легкий теплый пол. Легкий теплый пол имеет один существенный недостаток. Его отдача тепловая значительно меньше, ну как, раза в два. То есть если, допустим, у вас сильные морозы и не сильно утепленный дом, конечно, вам не подойдет легкий теплый пол. А в нашем климате, ну, сама вселенная велела. И он монтируется относительно просто. По деньгам я не скажу, что он сильно дешевле. Ну, по крайней мере, вы знаете, как вот, что-то не получилось, можно всегда переделать. То есть когда вы залили бетонную стяжку, это все навсегда. А когда вы вот так вот заложили здесь листы пенопласта, дальше над ними теплораспределительные пластины. И в теплораспределительную пластину так вот вщелкивается труба. Дальше труба передает тепло дальше на металл. Металл распределяет его по всей поверхности. Следующим слоем идет лист ГВЛ. Вот гипсоволоконный лист, но только он немножко не совсем гипсо, не совсем волоконный, более плотный. То есть такой очень тяжеленный такой лист. Он неплохо передает тепло, и на него сверху уже монтируется непосредственно плитка. В комнатах обычных у нас вот такая схема с пленкой алюминиевой. То есть фольга, щелкивается тоже труба. Вот даже сейчас я держу тепло. Это, кстати, рабочая часть. Это как раз комната авиамодельная, монтажная, отапливается. Вот эти все трубы идут дальше. Трубы идут к коллектору рехау, который распределяет все тепло в доме. То есть здесь уже идет водичка, подготовленная до ненужной температуры. Сейчас идет 35 градусов. И каждый из вот этих индикаторов показывает, сколько литров там идет. Можно все регулировать как здесь, так и здесь. Все достаточно просто. Мы используем металлопластиковую трубу, которая вот так напрямую через специальное соединение подключается к коллектору. Все четко, надежно, красиво. Монтируется пол достаточно просто. Во всех комнатах у нас начальное покрытие пола было ровным, поэтому мы просто клали плиты вот эти 30 миллиметров с фольгой и горе не знали. Но вот это большое помещение доставило массу интересностей. Во-первых, дому 200 лет, поэтому за 200 лет появился такой уклон. И его выравнивали специальной смесью, такая вот сухая смесь, ну типа как вот в кошачьем туалете что-то. И вот этими кошачьими штучками мы выровняли все идеально. И дальше постелили плиты пенопласта. В части дома это 80 миллиметров, а в части дома это 30 миллиметров. Где-то вот здесь находится стык пенопласта, потому что здесь раньше вот уже все заделали. Была вот, видите, вот эта балка. Здесь была стена, и вот эти лаги лежали на стене. Стены больше нет, помещение стало большим, и у него совершенно разные уровни по строительной высоте. Вот это все сейчас нивелировано пенопластом. Канавки фрезеровались фрезой обычной, красивой. В видео я даже кусочек вставлю. И вот как выглядит фрезерование канавки. Посмотрите, какая красотища-то! Какая красотища-то! Вот лежит труба Рихао, и сейчас мы ее будем соединять с помощью вот этого инструмента. Видите, здесь такая штука, которая расширяет трубу. Потом, когда труба расширенная, сюда вставляется как раз вот этот переходничок, и защелкиваются две гильзы. Получается крайне надежное соединение, его можно спокойно монолитить в пол, без всяких проблем. Сама труба очень интересная. Как видите, здесь такой сшитый полиэтилен пластик. И на внешнем слое есть фольга. Фольга это очень важно. Почему эта труба называется металлопластик? Потому что фольга не дает попасть кислороду в трубу. Есть еще один тип трубы для теплых полов, когда нет фольги, и какое-то там спиртовое покрытие навороченное, которое не пропускает кислород. То есть, задача что фольги, что вот этого спирта, не пустить кислород в трубу. Это важно, это недооценивают чаще всего все любители отопления, потому что там приходит какую-нибудь сантехнику, иду, я вам там сейчас такое классное отопление соберу. И монтируют, например, дорогущий тепловой насос на Эйби, например, какой-нибудь там стоимостью 15 тысяч евро на, извините, каком-то полипропилене. Но это просто дикость полная. То есть, никогда не нужно экономить на вот этой всей трубопроводной арматуре, если у вас стоит качественное оборудование. Почему это так важно? Потому что действительно трубы сосут кислород. В полиэтилене, вот в этом вот, который так любят, дешевые сердины, что там паяльник взял, спаял эти трубы. Кусить? Сейчас, жена, да рассказываю про отопление. Как ты укладываешь трубы? И кот пришел, и жена пришла. Жена не любит мое блогерство. А кот любит. Тем, кто строит свой дом, важно хоть немножко разбираться в самой идее, как работает вся эта система отопления, и почему некоторые вещи очень важны. Самое важное, если у вас вода в системе отопления, не допускать попадания кислорода в систему отопления. Потому что, как вода, вот вы ее заливаете из колодца, или там скважины, а лучше купить сразу обработанную, дистиллированную воду, в которой нет никаких соединений. Это идеальный вариант. Она, кстати, продается. Вот мой друг Антон, который делал у себя дома всю систему по мотивам моей, тоже с камином и так далее, он купил воду. Здесь я купить такую воду не смог, точнее, от статистических денег. Я ее готовил сам. То есть мы через специальный фильтр обычную нашу жесткую достаточно воду запускали. Тут идея какая? Не должно быть большого количества солей, ну вот этих всяких, того, что может привести к образованию накипи. Потому что, если вы закачиваете большое количество воды, прокачиваете, ну у меня в данном случае около тонны в системе отопления, прокачиваете ее через ваш, например, котел газовый, то весь этот кальций, он будет пытаться осесть, так сказать, на горелке. Это не очень хорошо. Есть ингибиторы всякие, там добавки и прочее. То есть много чего. Вы можете про это прочитать. Но, как бы вы ни готовили воду, если ваши трубы будут поставлять кислород в вашу систему отопления, то у вас постепенно она накроется. Что первое будет выходить из строя? Например, это газовая горелка. То есть вот котел, который вы купили, газовый, хороший, замечательный, через какое-то время, там 5-6-7 лет, у него, там, например, может выйти из строя вот этот вот радиатор горелки. Горелка это то, что горит, а дальше что-то, что, где вода греется. Вот эта хрень, в которой вода греется, она, собственно, и у вас откоррадирует. В моем случае все намного хуже, потому что у меня, помимо вот этой штуки, есть еще камин, например. Вот это камин с водяным контуром. О, святая святых. Это как раз где происходит прокачка воды, там выделение воздуха и прочее. Вот камин, если запускается, автоматически система включает подачу воздуха. Воздух идет с улицы, с чердака. Там есть такой приток, дальше опускается вниз, попадает в камин. То есть я с помещения. В такой ситуации воздух расходую, но когда вот эта вот штучка закрыта, все горит само по себе. Про камин есть, кстати, видео на канале. Домик у аэродрома, плейлисты. Там как раз все связанное с домом есть. Камин дорогой, 4000 евро. Испортить его, чтобы он откоррадировал вот этим поступающим в систему воздуха, не хотелось. Поэтому я нигде не использую трубов, через которые может попасть система воздуха. То есть в данном случае вот этот дорогущий металлопластик, ну как дорогущий, относительно дорогой, он позволяет, ты на него, конечно, потратил денег, но ты в данном случае не потеряешь в конце концов камин. Изначально вся проводка в доме была выполнена медью. Как вы видите, радиаторы уже я поменял, потому что были старые, страшные. Сейчас вполне себе ничего. Конечно, везде стоят вот эти головки. То есть сейчас она выкручена, радиаторы отключены. Но если мне нужно, если холодно, то радиаторы включатся и будет дублирующее отопление. Так, в принципе, вот этих легких теплых полов, то есть здесь снизу вот этот пенопласт с фольгой, и дальше ламинат. Вот обычный ламинат, и ходишь, лапами наступаешь, лапам тепло. Очень удобно, очень приятно. Некоторые говорят часто, полы теплые, фу, бе, там у меня там пятки сохнут. Ну, правильно, потому что некоторые любят перегретый теплый пол, когда там температура достаточно высокая поверхности, и отопление идет снизу, оно идет там, пыль какой-то может чуть-чуть подымать, там некоторые говорят пыль. Вот у меня столько пыли в этом помещении. Если посмотреть на вот эти крылья планера сверху, там как дунуть, аж пыль пойдет. Я решил, что будет у меня старая система, которая уже в доме была, проводка вся трубами была медными сделана, поменял только радиаторы, и вторая система отопления дублирующая теплыми полами. И буду включать то, что мне больше нравится. Сейчас мне больше нравятся теплые полы. Почему? Потому что они еще очень экономичные, они у меня запитаны от теплового насоса, тепловой насос получает днем энергию от солнечных панелей, ночью от батареек, и в принципе большую часть года я вообще ни копейки не трачу на отопление этого дома. Ну, кстати, еще один нюанс, связанный с тем, как можно систему утопления угробить, это постоянное подливание воды. Если у вас где-то есть микропротечки, если у вас плохо собрана система, если у вас что-то где-то сочится, то и вы периодически включаете подлив воды, вы подливаете активную воду. То есть вода бывает неактивная, вот она сейчас во всех радиаторах неактивная, потому что из нее ушел кислород. Кислород сожрал какое-то количество металла в радиаторах и кончился. Внешнего источника нету, потому что система закрытая. Вот. Если же система открытая, это вообще так, я знаю, такую старину использовали, где-то там наверху на чердаке дома тогда стоит такой чан с водой, расширительный бачок, и он открытый, и, конечно, он сообщается с атмосферой. Это не очень хорошо. Так вот, при закрытой системе удаление из нее кислорода произойдет автоматически через какое-то время, потому что заливаете вы все равно, как бы вы ни старались, воду с кислородом. Но дальше, если вы не подливаете этой активной воды, все у вас хорошо. Если же, вот я в Турции встречал кривожопых, криворуких монтажников, которые так собирали вот эти системы топления на газовых котлах, что просто человек каждый день, ну, там автоматический подлив воды стоит. Куда вода уходит, непонятно. Ну, там литр-два постоянно в систему идет. Вода активная, ну, что и три ожидалось, через там четыре года накрылся газовый котел. Он купил еще один, через еще четыре года еще один накрылся. Ну, говорит, ну, пёс, не буду покупать, уже ничего поменять не могу. Вот, не делайте так. Пусть ваше отопление служит вам долгие годы и радует вас ваши ножки, вот, в данном случае, мои теплом. И в такую промозгую погоду, зайти в комнату, посмотреть на вот какую картину незамечательную подарили, посмотреть туда, где завтра будем летать, сесть удобно в кресло монтажное и помонтируть видео для вас с превеликим удовольствием. Если вы решите сделать сами теплый пол, то вот вам вариант пластинки с фольгой. Ну, неплохая штука. Они достаточно дорогие, но монтаж крайне удобен. И на ней, повторю, сразу можно сверху класть ламинат. И второй вариант с вот этими... Не фольга, это алюминий толщик. Мощной где-то 0,8 миллиметра, может, миллиметр. Такие же пластинки продаются из стали, но сталь имеет теплопроводность несколько меньшую. Поэтому вот такие из алюминиевых... Тут из тонкого алюминиевого листа штампованные пластинки очень удобные. Фрезеруются канавки в пенопласте, как я уже говорил. Все, в принципе, достаточно просто. Главное вам нарисовать схему, как у вас пойдет вот эта вот водичка. Ну, в данном случае там есть куча рекомендаций. Сначала ввести в самое холодное место. Вот у нас, допустим, труба горячая первая подается вот сюда. Здесь идет змейка. Это первая часть. И здесь в комнате сделано два контура. А второй контур, подающий магистраль, приходит к окну, где тоже есть вот эта вот змейка перед камином. И дальше пошли петли основные. То есть вот вы можете почитать про это больше. Я не скажу, большой специалист. Но начитавшись разных источников, я вот сам придумал эту схему раскладки. В остальных комнатках у нас в основном используется змейка. Красивая большая комната. Здесь полностью тоже теплый полы. Как видите, все завалено. Идет настоящий боевой ремонт, который можно начать, но нельзя прекратить. Но я надеюсь, к моему дню рождения таки все это будет закончено. Техника уже закуплена. Вот гигантский холодильник двухстворчатый. Вот это у нас как бы зимний сад. Здесь планируется тоже поменять потолок, увеличить его вверх. Может быть, поставить какие-то лампы досвечивающие для растений. Ну, в принципе, зеленый бамбук круглый год и на улице. Теплые полы запитаны от двух вариантов. Первый это тепловой насос. который сейчас как раз подает водичку 35 градусов. И второй вариант, вот этот смеситель весьмановский, который может брать водичку вот из этой цистерны огромной, 750 литров водички, и, соответственно, подает ее тоже в теплые полы. Сейчас он отключен. Отопление вот на радиаторе идет через два коллектора. Я так немножко извращенно, может быть, сделал. Ну, зато я могу тут тоже все регулировать, как хочу. Собрано это все у меня на медных трубках. Паял я это все сам. Паяется это все элементарно. Читаешь, как это делается, и паяешь. Всю проводку в доме сделал сам, и нигде у меня ничего не потекло. Видите, как все это как раз от камина идет на камин, на теплые полы, ой, на теплые полы, на радиаторы наверх, вода наверх и так далее. Все собрано в группы. Рассчитывал, рисовал все сам. На начальном этапе мне друг помог. Вот эту линию как раз подачи холодной воды, вот эти все фильтры и так далее. Далее он мне помогал Сереже выбрать, но потом я немножко научился сам все это делать, и видите, все готово. Вот как раз радиаторы на одну из комнат, которые идут. Вот эта линия уходит на вакуумные трубки, которые летом, ну и собственно даже сейчас, тоже подают энергию вот в эту нашу цистерну. То есть сюда идет три источника. Первый это солнце в вакуумной трубке, второй это вот этот газовый котел, и третий источник это камин. Ну еще даже, кстати, есть получается четвертый источник, который с этой системой связан только, ну собственно, то, что используется вода и расширительный бачок один и тот же. Но это все-таки отдельно уже система. Видите, сделана возможность заглушить, отсечь эту штуку и использовать только непосредственно вот этот тепловой насос. Поэтому важно, чтобы оборудование на большие деньги, важно, чтобы водичка была без кислорода. Вот медные трубки раз, и металлопластик позволяет избежать этого, так сказать, кощунственного проникновения воздуха в систему. Даже вот в такой ужасный дождь наша солнечная электростанция вырабатывает около полутора-двух киловатт электроэнергии на рассеянном свете. Этого, конечно, не хватает, и домик работает сейчас от вот этих батареек. Здесь 13 киловатт-часов электроэнергии спрятано. Красный инвертор преобразует постоянный ток с панелей в 220, а вот это батарейный инвертор, который как раз из батареек снабжает дом сейчас в такую ужасную погоду. Торжественный момент. Воду подали, чуть-чуть потекло, ну, там где надо, там где не надо, не потекло. Я выполнил несколько соединений, вот как выглядит срощенная труба, и подал во всю эту систему воду, естественно, сроюв воздух. Вот это, кстати, плиты ГВЛ, которые сейчас соединятся между собой, и на них, собственно, дальше настелится плитка. Сейчас мы смотрим, как пол дает первое тепло, и смотрим, дабы что-нибудь не протекло. Как вы видите, подается водичка, есть у нас более короткие петли, это вот эта петля и вот эта петля, здесь 4,5 литра где-то расход, здесь ровно 4, здесь 3 литра, то есть это самая большая петля, ну, и, соответственно, видите, у нее самый маленький расход из-за того, что большое гидравлическое сопротивление. Ну, собственно, вот у этой петли тоже достаточно большое сопротивление, троечка. Ну, не так это страшно, можно все это, поджав петли, на которых расход меньше, можно, так сказать, увеличить, уменьшить количество воды, которое пойдет в них, но я подаю максимум, сюда вот можно поставить термоголовки, при желании с каждой комнаты вывести, там, поджимать температуру, увеличивать, уменьшать. У нас на самом деле погодное регулирование, то есть есть датчики на прямо тепловом насосе, который видит запортный воздух и могут менять в зависимости от запортного воздуха температуру подающей воды. И если такую систему правильно отрегулировать один раз, то вот оно работает и работает, там какая-то комфортная температура в доме поддерживается и поддерживается. Если уж не хочется, подходишь к тепловому насосу, тыкаешь, типа, плюс 3 градуса, добавить 3, 2, 4, 5, сколько хочешь, типа, к настройке, и будет у тебя намного теплее. Но мы используем порядка 20 градусов в доме, комфортная температура. Помню в юности я выходил в гости куда-нибудь там под вот то 24, то 25, то 26, кто-то любит. Жарища, на самом деле, вот мне чисто по-человечески комфортно пролить 20-ки, а ночью даже меньше, там иногда 18 мы ставим, спишь под одеялком, так прохладненько, чуть-чуть уютненько. Ну, мои настройки вы можете сделать. Вы, кстати, напишите в комментариях, какие вы используете. Очень часто можно слышать, что в Европе дико экономят на отопление. Ну, скажу, что, наверное, что-то в этом есть, потому что часто дома это вот что-то такой бутовый камень. Это вот до городу, там, кстати, раскопки древнеримские, 2000 лет раскопкам, ну, а городку-то поменьше. Ну, вот этому дому лет 200, соседнему там кузнице было, может быть, еще больше. Бутовый камень, конечно, тепло не очень хорошо греет. В таких домах на первом этаже обычно жили животные, они, собственно, и отапливали дом на втором блюде. То есть помещение было небольшое, грелось там какой-нибудь печуркой. Но так как все меняется, мы, конечно, могли бы экономить, сделать температуру в доме поменьше, но я предпочитаю другой путь. Сделать хорошую, так сказать, изоляцию, поставить высокоэффективные вот эти системы типа теплового насоса и прочего, и ставить дома комфортную температуру. Так что мы на отоплении не экономим. До новых встреч, глубоко уважаемые любители леда и вида спорта. До новых позитивных роликов. Ригей! Редактор субтитров А.Семкин